С вами канал СмартПицца и в сегодняшнем часовом выпуске я покажу вам опасные и невероятные моменты с животными, заснятые на камеру. Противостояние буйволов и слонов, самые опасные животные Австралии, огромная акула с тремя тысячами зубов, речные монстры, питающиеся человеческой плотью и многое другое ждет вас в этом выпуске. Начнем, пожалуй, с противостояния двух легенд Африки – львов и слонов. Погнали! Львы – цари зверей. Это одни из опаснейших существ во всей Африке, которых боится весь материк. Даже один лев способен расправиться с крупным и сильным противником, а уж целый прайд львов и вовсе непобедимая сила. Но только не в случае со слоном. Как видно на этих кадрах, слона окружило множество львиц, их тут около десятка. Казалось бы, такое численное превосходство гарантирует успешную охоту, но нет. Слон сумел справиться с такой армией хищниц, после чего еще и прогнал их со своей территории. А здесь слон уже сам попер на львов. Львы поедали какую-то тушу, и слон, будучи вегетарианцем, воспринял это лично. Тут опять же целый прайд голодных и крайне опасных хищников, но посмотрите, как они резко подскакивают, когда подходит слон. Львы чувствуют в нем силу и видят его гигантские размеры, поэтому не осмеливаются нападать даже такой толпой. Слон вскоре отступил назад, как бы намекая, что это было только предупреждение, но он еще может вернуться, чтобы окончательно разогнать опасных кошек. Крокодил. На суше опасность представляют львы, а в воде, конечно, крокодилы. Это настоящие короли африканских водоемов, и далеко не каждое животное осмелится зайти в какой-нибудь пруд, зная, что там есть зубастый хищник. Но слонам все нипочем. Эта слониха без страха забралась в водоем и встала прямо возле голодного крокодила. Тот ничего не смог противопоставить огромному животному, поэтому просто лежал и ждал, пока слониха уйдет. Но она не только не ушла, но и напала на крокодила. Слониха схватила его хоботом и зубами, швырнула, а затем потопталась по нему. Судя по тому, как всплыл крокодил, ему крышка. Как видите, слоны бывают достаточно жестокими травоядными. Не менее жестко они расправляются с другими травоядными, включая буйволов. По статистике, это одно из опаснейших животных Африки. Как-никак с размерами такого увесистого быка приходится... Буйволы явно не противники для слонов. Но как насчет более крупных и опасных животных? Например, бегемотов? Именно эти тучные звери считаются самыми опасными в Африке для человека. Они убивают больше людей, чем какой-либо другой крупный африканский зверь. Бегемоты опасны и для животных, но слон с этим не согласен. Это он опасен для бегемотов. Бегемоты сами по себе очень большие создания, но посмотрите, насколько слоны больше. Этот бегемот только и может, что угрожающе развивать свою фирменную пасть, но слонам на это плевать. Они знают, что этот задира ничего им не сделает. Да и сам бегемот, кажется, это понимает. Вскоре он отступает. А этому огромному слону не понравились эти бегемоты, поэтому он нахмурился и начал прогонять их. Это были молодые бегемоты, поэтому их не пришлось долго уговаривать. Они сбежали сию секунду. А здесь слониха и слоненок хотели перейти реку вброд, в которой отдыхали бегемоты. Бегемоты атаковали слоненка, и это привело слониху в ярость. Она начала тыкать бегемотов бивнями и выдавливать их на берег. Бегемотам пришлось в спешке покидать родной водоем, лишь бы не быть раздавленными гигантской слонихой. Носороги Не в ладах слоны и с носорогами. Тут самка носорога и ее детеныш просто стояли у воды и утоляли жажду, но слон таточно далеко. Тут похожая ситуация. Слон сразу переходит к действиям и начинает выдавливать самку носорога бивнями. Рогатое создание ничего не смогло противопоставить грозному гиганту. А тут уже бой один на один. Носорог пришел на территорию слонов, и одному из них это не понравилось. Какого черта он там делает? Если бы слон захотел, он мог бы прикончить носорога, но он решил лишь припугнуть его. Для этого слон применил силу своего хобота. Поднял с земли тяжелое бревно и швырнул его в сторону носорога. Тот понял намек и покинул территорию. Вообще, хобот слона – удивительная штука. В нем насчитывается около 40 тысяч отдельных мышц. Для сравнения, во всем теле человека лишь около 600 мышц. У слона явное преимущество. Именно поэтому с помощью хобота он может выполнять самые разные манипуляции. Бревна или вырывать деревья с корнями со злости. Но помимо этого, с помощью хобота слоны могут выполнять и очень точные манипуляции, требующие мелкой моторики. Например, слоны умеют рисовать картины. Удивительно, как красиво они рисуют, учитывая огромный вес хобота и маленький размер кисточки. Также слоны могут поднимать хоботом мелкие предметы. Например, здесь слон поднял GoPro туриста, который ехал на нем верхом. Но это не предел. Считается, что хоботом слон может поднять с земли даже спичку. А тут слон решил заняться уборкой территории и поднимает мелкий мусор, после чего кладет его в корзину. Людям есть чему поучиться у ушастых здоровяков. Также с помощью хобота слон может питаться. Например, тут он помогает себе хоботом с поеданием арбуза. А здесь слоны катают на хоботе людей. В общем, хобот слона – это нечто универсальное. Было бы здорово, если бы слоны катали людей на хоботе не только на представлениях, но и в дикой природе. Однако там эти животные в основном нападают на людей и могут причинить им вред. Смотрите дальше, чтобы увидеть, как это происходит. Нападение Судя по всему, место действия – Индия. Слон устраивает какой-то парад и прохаживается по улице, но внезапно впадает в ярость. Сначала он пытается напасть на двух людей на дороге, но этому ему не хватило, чтобы выпустить пар. Слон начинает крушить мотоциклы и скутеры, стоящие на обочине. Один из них он поднял в воздух, как игрушечный велик. Ну, а потом приходит очередь машины, которую гигант буквально смял, раздавил и уничтожил не хуже гидравлического пресса. Вот такой он – слон в ярости. Вновь мы в Индии, где проходит какой-то фестиваль. Поначалу все идет неплохо, но вдруг слон разозлился. Сначала он попинал два мотоцикла, а потом, как и его сородич из предыдущего ролика, принялся за машину. Одним движением хобота он швырнул тачку, будто та весила килограммов пять. Удивительно, насколько слоны сильные на самом деле. Хорошо, что те машины и мотоциклы были без водителей, но так бывает не всегда. Давайте взглянем на более серьезный и пугающий случай. Тут двое парней едут на мотоцикле по дороге, на которой стоит слон. Лучше так никогда не делать. Стоило переждать, как другие участники дорожного движения. Потому что произошло следующее. Слон испугал мотоциклистов, и те свалились. Далее слон толкнул мотоцикл и припугнул парней, после чего ушел, но ненадолго. Вскоре он выскочил из зарослей и напал на одного из парней. К счастью, тот выжил, но ему и мотоциклу нехило досталось. Этому слону мотоциклы может и нравиться, но автомобили он хейтит конкретно. Ему не понравилась серая машина, и он решил сделать ей свой тюнинг. Сначала оставил вмятину на левом крыле и сломал зеркало заднего вида. Потом поработал над левым передним колесом, а потом и вовсе уселся на капот. После чего по нему же прошелся и разбил лобовое стекло. В качестве финального штриха слон оторвал передний бампер. Как-то так, по мнению слона, должен выглядеть правильный автомобиль. Ну а если серьезно, этот гигант в очередной раз показал нам силу слонов. Всего за несколько движений он нанес машине большой ущерб. Сложно даже представить, что испытывал водитель, наблюдая за всем этим спектаклем прямо из машины. Хорошо, что он в итоге уехал и остался цел и невредим. А этот слон настроен еще более решительно, чем его сородичи с предыдущего ролика. Ролик начинается не с начала экшена, потому что видно, что машина уже потрепанная. Здесь мы видим кульминацию. Мощным хоботом слон поднимает машину и тащит ее в заросли. Владельца машины, конечно, жаль, но все равно забавно видеть, как он пытается удержать автомобиль и вырвать его из хобота слона. Конечно, у него ничего не вышло, зато вскоре слон отцепился от машины. Поломка. Сафари – опасное занятие. Конечно, в первую очередь стоит остерегаться хищников, но и больших травоядных не стоит недооценивать. Тут группа туристов встретила на своем пути несколько огромных слонов. Один из них выбежал из зарослей и дал понять, что лучше быстрее уезжать, но туристы остались. Это было роковой ошибкой. Слон начал агрессивно таранить машину. К счастью, люди успели сбежать к другой группе позади, но машине сильно досталось. Произошла настоящая поломка. Проезда нет. И напоследок еще одно видео прямиком из Африки, которое показывает, что к слонам лучше не приближаться. Даже находясь в машине, вы не можете быть уверены в безопасности, и не стоит думать, что мимо слона можно быстренько проскочить. Этот сторожевой слон дал понять, что проезда по этой дороге нет, по крайней мере, пока он там находится. Сначала он просто стоял и не давал проехать синему автомобилю, но под конец перешел к любимым слоновьим действиям и начал таранить машину. Видео обрывается, но, надеюсь, с людьми внутри все в порядке. Я думаю, вы убедились, что несмотря на то, что слоны являются травоядными животными, в порыве ярости эти крупные создания представляют серьезную опасность. Он может посоперничать другое травоядное – буйвол. Смотрите дальше, и вы увидите поединки этих рогатых созданий со львами, носорогами и бегемотами. Буйволы Буйволы – крупные дикие быки, известные своей силой и грозным нравом. Самые крупные и мощные особи водятся в Восточной и Южной Африке. Это капский, то есть Южный подвид. В северных саваннах обитают более мелкие буйволы западного, сенегальского подвида, в Судане – нильский подвид, а в Центральной Африке водится так называемый лесной или карликовый буйвол. Африканский буйвол никогда не был одомашнен, в отличие от азиатского аналога, называемого индийским буйволом. Будучи членом Большой Пятерки, куда входят еще слон, носорог, лев и леопард, африканский буйвол является желанным трофеем на охоте, из-за чего вид довольно часто подвергается охоте со стороны людей. Рога взрослого буйвола являются его характерной чертой. Они образуют мощный костный щит на лбу. От основания рога расходятся в стороны, загибаясь вниз, а потом плавным изгибом переходят вверх и внутрь. Расстояние между концами рогов крупных быков может быть больше метра. Вес взрослых самцов крупных подвидов иногда доходит до тонны, а экземпляры весом в 700 килограмм совсем не редкость. Изредка даже встречаются старые быки весом до 1200 килограммов. Буйвол против льва Чаще всего в схватках буйволам приходится встречаться с царем зверей. Нередко происходят зрелищные поединки, от результата которых зависит жизнь либо одного, либо другого. Разумеется, львы нападают на буйволов, так как желают полакомиться мясом кита парнокопытного. Буйвол же в случае опасности пытается постоять за себя. И его, как правило, не пугает тот факт, что противостояние происходит с таким кровожадным хищником. Некоторые эксперты также утверждают, что иногда буйволы могут осознанно первыми напасть на львов, конечно, в целях самообороны. Не забывайте, что они травоядные животные, и львы в качестве лакомства их не интересуют. Разве что лев может просто чем-то не приглянуться. Львы, как правило, боятся самцов, потому что даже один буйвол, находясь в ярости, способен раскидать налево и направо пару-тройку больших кошачьих. Не сомневайтесь, сил у него на это хватит. Лев может быть королем джунглей, но этот буйвол, похоже, решил стать королем пляжа. Тоже неплохая перспектива, как думаете? Разъяренный лев пытается подкрасться к рогатому зверю, пока тот прогуливается на берегу реки. Сказать, что буйволу это не понравилось, значит ничего не сказать. Более того, он, похоже, даже решил преследовать льва, который так бесцеремонно его потревожил. А здесь буйвол решил в буквальном смысле быкануть. По всей видимости, ему не очень-то понравилась львица, спокойно отдыхающая неподалеку. У нее явно не было никакого намерения нападать, а вот буйволу захотелось продемонстрировать свои силы и может похвастаться своими рогами. Именно ими он зацепил бедолагу, перекинул через себя и, как настоящий джентльмен, убежал в освояси. Ну, бывает, а вот кошка наверняка получила травму. На этих кадрах видно, как на одинокого буйвола решил пойти чуть ли не целый львиный прайд. Ну да, их же много, а он один. Чем вам не гарантия успеха? Один из львов, кажется, проголодался больше всех и решил не терять времени зря. Но, внимание, одинокий буйвол уже больше не такой одинокий. Ему на помощь прибегает целое стадо, но вот снова незадача. Банда буйволов создала только иллюзию толпы, а их обессиленный собрат так и остался лежать в окружении больших и очень даже голодных кошек. Видимо, в данном случае инстинкт самосохранения все-таки взял верх, и несмотря на слабые попытки буйволов завязать бойню, забрать товарища из когтистых лап, очевидно, не удалось. На самом деле, буйволы не всегда так поступают. Иногда они вполне могут не только подоспеть к сородичу, который оказался в беде, но и существенно помочь ему. Смотрите дальше, совсем скоро вы в этом убедитесь, а также увидите другие интересные случаи с буйволами, снятые на камеру. Буйволы – стадные животные. Если они поймут, что их товарищ оказался в беде, они группируются и бегут к нему на выручку. А в стадо животные собираются по определенной схеме. По бокам располагаются несколько взрослых и опытных особей, которые внимательно следят за окружающей обстановкой. В случае опасности, они первыми подают сигнал к движению. Всех молодых особей они обычно помещают в центр. После долгого преследования, два молодых льва все же загнали буйвола в ловушку. Один из них набросился на быка, и, казалось бы, всего в паре минут от свежей добычи, ведь планировалось, что буйвол будет обессилен, и погоня наконец кончится. Но бедняге повезло – на выручку пришли его товарищи. Один из буйволов, не теряя времени, яростно подбрасывает большую кошку, которая рисует в воздухе круг. На этих кадрах стадо буйволов в полном сборе – это последнее, чего хочется семейству кошачьих. Львы в курсе, что такую крепость им не пробить. Хищники останавливаются и будто дразнят буйволов. Но рогатые не поддаются на провокации и смело встречают насмешливые взгляды кошек. Ну и правильно, ведь это отличный способ показать всю свою мощь. А самые смелые из буйволов даже нападают на львов. Взглянем еще на эти кадры, где буйвол вступился не за собрата, а за ящера. Бык выскочил из кустов, когда молодые львы перекидывали бедную рептилию. В итоге, благодаря вовремя подоспевшему рогатому зверю, царь зверей подлетел в воздух и пару раз перевернулся. Буйвол против носорога Носороги – невероятно крупные сухопутные животные. Они мгновенно переходят из состояния спокойствия в состояние ярости и могут быть крайне упрямыми и довольно непредсказуемыми. Масса самца носорога может доходить до пяти тонн, а длина его тела превышает четырехметровую отметку. Передний рог этого монстра может достигать полтора метра в длину, представляя собой очень грозное орудие. Интересно, что между собой не поделили эти двое? Будете делать ставки на победителя? Носорог, как можно заметить, массивнее своего противника. К слову, и рог у него будет острее и больше. Да и после долгого обмена взглядами, атаковать он начинает первым, но бычок упрям и уверен в себе. Носорог протаскивает буйвола на несколько метров и начинает вертеть. Видно, что настроен носорог более чем серьезно и не собирается останавливаться, даже несмотря на то, что к месту события уже подтянулись другие быки. Кажется, это еще больше раз задорило носорога. Этот разъяренный зверь опрокидывает одного из буйволов и продолжает давить. В конце концов, стадо со всех ног бежит от него подальше. Буйвол против бегемота Хищники охотятся на бегемотов по-разному. На молодых бегемотов изредка охотятся крокодилы, львы и пятнистые гиены. Взрослые бегемоты, напротив, редко становятся добычей других животных из-за своих огромных размеров и буйного нрава. Капские буйволы тоже известны тем, что являются одними из опаснейших животных Африки. Что же происходит, когда эти два гиганта вступают в схватку? Вот, к примеру, этот бегемот не хочет, чтобы другие животные мешали ему наслаждаться солнечным днем на пляже, особенно если речь идет о стаде буйволов, находящихся совсем рядом. Широко раскрыв пасть, он начинает бегать вокруг, как бы заставляя всех буйволов покинуть это место. И выглядит это как последнее предупреждение. Один за другим буйволы начинают разбегаться, но могучий бегемот уже вошел во вкус, продолжая свое действие до тех пор, пока пляж не опустеет совсем. Ну да, уйти от этого жадного бегемота в данном случае было лучшим решением. Здесь бегемот тоже широко раскрывает пасть, как бы сообщая буйволу о предстоящем нападении. Ну давай же, буйвол, уходи по-хорошему. Тем не менее, бычок остается невозмутимым. Огромная машина в лице бегемота все же нападает на буйвола. Ну предупреждали же. Бегемот тащит упрямого быка в воду, пытаясь раздавить его. Буйвол осознал, что здесь не шутят и, наконец, бежит прочь. Буйвол против крокодила Крокодил очень быстрый в воде, а о его острых зубах можно и не упоминать. Эти рептилии нападают на животных, обитающих непосредственно в воде, около воды или тех, кто просто приходит на водопой. Думаете, крокодил не станет нападать на буйвола, потому что он объективно в несколько раз меньше противника? К тому же, чего стоят только одни рога? Ну как сказать? Например, здесь заснят очень даже напряженный момент. Стадо буйволов мирно пьет из водоема и, кажется, вовсе не чувствует опасности. Но всю идиллию вот-вот нарушит крокодил, решивший, что один из быков может стать ему отличным завтраком. Или уже обедом. И вот рептилии удается схватить буйвола за шею. Но посмотрите, насколько силен этот зверь. Ему удается вытащить крокодила на сушу. Крокодил, осознавая, что рогатый соперник оказался не так прост, каким казался изначально, немедленно бежит обратно в воду и, скорее всего, начинает уже думать о другом варианте обеда. Кстати, у буйволов отличный слух и тонкое обоняние, а вот зрение достаточно посредственное. Может, слух с обонянием и спасли того быка. Буйвол против буйвола Посетителям национального парка Крюгера в ЮАР удалось запечатлеть напряженную битву буйволов за территорию. Пять буйволов окружили пожилого сородича. Пятеро на одного. Нечестно. Один из них зацепился рогами с противником, тем самым пытаясь прогнать его с территории. У жертвы получилось вырваться из схватки и убежать, но за ней сразу погнался один из нападавших. Отделившись от остальных, два противника вступили в равный поединок. Исход сражения остался неизвестен. А на этих кадрах два капских буйвола, по всей видимости, выясняют, чьи рога круче. Третий буйвол, кажется, тоже не против вступить в это состязание, но его не принимают. Победивший буйвол цепляет рогами ногу и поднимает побежденного буйвола, когда тот бросается в отступление. Ну вот и выяснили. Буйволы и слоны обитают в основном в Африке, но есть на земле материк, который славится своими опасными и ужасными обитателями. Речь, конечно же, идет об Австралии. Здесь незадачливого туриста могут поджидать огромные злобные птицы, пауки, похожие на пришельцев с планеты ужасов, кровожадные акулы, крайне ядовитые змеи и другие жуткие создания. Давайте глянем на них. Морская оса. Звучит довольно безобидно, если не знать, кто стоит за этим словосочетанием, не так ли? Если вы думали, что это насекомое, обитающее в области моря, к сожалению, придется вас огорчить. Речь идет об одной из самых опасных медуз на планете. Эти создания так сильно жалят, что создается ощущение, будто к жертве прикладывают раскаленный металл. И ладно бы все обходилось лишь сильной болью, но ведь морская оса к тому же является ядовитой. Яд, который она выпускает, в силах за считанные минуты расправится с взрослым человеком. Спасутся только самые здоровые и выносливые люди, но если это и произойдет, то у них на месте ожога останется ужасное напоминание в виде следа от укуса. Зрелище не для слабонервных. Сиднейский лейкопаутинный паук. Это создание имеет настолько длинные и крепкие клыки, что ими оно без труда может прокусить кожу или ногтевые пластины. Если вы думаете, что паук нападает мгновенно, вы правы. Ну конечно, я всегда прав. Он быстро становится в пугающую позу, поднимает лапки вверх и демонстрирует всем свои длиннющие клыки. Затем производит рывок к жертве и порой сразу несколько раз ее кусает. Взрослые люди еще как-то могут оклематься после подобного нападения из-за массы своего тела, а вот что касается детей, все куда плачемнее. В их случае для летального исхода будет достаточно 15 минут. После укуса у жертвы довольно быстро, произвольно начинают дергаться мышцы, не имеют конечности, происходит слюновыделение и она может впасть в кому. Короче говоря, этому паучку лучше на глаза не попадаться. К счастью, разглядеть его возможно. Средняя длина тела таких особей составляет 5 сантиметров. На их щитке нет волосиков, а также он, как и весь паук, темного мрачного оттенка. На конце брюшка отчетливо видны длинные предельные органы. С их помощью сиднейский паук вырабатывает лейкообразную паутину, которую использует для обустройства своего жилища. Обычно такие пауки живут в своих норках, но порой они могут пробираться и в чужие дома. Поэтому живи я в Австралии, я бы потратил столько денег, сколько смог, чтобы ни единого зазорчика, ни единой щелочки в стенах или дверях не было. Ставьте лайк, если сделали бы то же самое. Большая белая акула Об этом страшнейшем создании наслышан, наверное, каждый. Как минимум из-за ряда случаев в истории, когда рыба без труда расправлялась с взрослыми людьми. Именно за это, к слову, ее и прозвали акула-людоед. Но если вам станет легче, скажу любопытный факт. На Земле их осталось всего несколько тысяч. Этот вид находится на грани исчезновения. Хотя, если они пропадут, то кого же будут использовать в фильмах-боевиках или ужасах? Как же без их широченной пасти, вооруженной острейшими зубами, расположенными в несколько рядов? Ими, к слову, белая акула словно топором расправляется со своими жертвами. Еще бы, ведь зубов у рыбки под 300 штук. Теперь представьте, что такая зубастая тварь имеет длину тела около 5 метров и вес по тонну. Мне кажется, что шансы на спасение человека не просто ничтожно малы, а их вообще нет. Кстати, в истории есть несколько случаев, когда люди якобы находили представителей этих акул аномальных размеров. Так, кто-то обнаружил акулу более 10 метров в длину. Просто представьте этого монстра. Грибнистый крокодил Такое название он получил из-за гребней, расположенных рядом с глазами. С возрастом они становятся все более заметными. Хищник с рождения ведет отшельнический образ жизни, охотится в одиночку. Я ценю уединение. Тем не менее, это совсем не делает из него более слабую добычу. Благодаря своей жутко прочной коже, грибнистый крокодил способен справиться даже с акулой. Ей он будет просто не по зубам. Если вы думали, что акула просто может проглотить крокодила, тут вы тоже ошиблись. Этот хищник по праву считается одним из самых больших, поскольку его размеры сопоставимы с белым медведем. Являясь суперхищником, грибнистый крокодил питается всем, до чего может дотянуться. Рацион зависит от реала обитания. Нападает рептилия на крупных наземных млекопитающих, быков, буйволов, лошадей и так далее. В соленой воде охотится на крупную добычу. Разумеется, имеет место быть и атака на человека, если тот окажется не в том месте, не в то время. Как ни крути, эти мощнейшие челюсти крокодила с легкостью способны превратить голову буйвола в фарш за считанные секунды. Чего уж тут говорить о нас. Тайпан Маккоя. Или, как его называют по-другому, жестокая змея. Как вы понимаете, такое прозвище Тайпан Маккоя получил неспроста. Его укус способен повалить сразу сотню взрослых человек. Это создание в 180 раз более ядовито, чем кобра, и в десятки раз, чем гремучая змея. Масло в огонь подливает и его скрытность. Животное, хоть и довольно длинное, пару метров в длину, его маскировке позавидует каждый второй обитатель леса или пустыни. Тайпан имеет золотистый оттенок, из-за которого на песке его едва можно разглядеть. Может показаться, что из-за таких впечатляющих характеристик, змея давным-давно должна была захватить всю пустыню и не оставить на ней живого места. Однако Тайпан другого мнения. Змея предпочитает лакомиться обычными мелкими млекопитающими, которые составляют большую часть его дневного рациона. Также змею смело можно считать интровертом, ведь живет она вдали от мирской суеты. Ты отгородился от кого? От всех! Уяснил? Это создание постоянно прячется под какими-то камнями, занимается своими делами и не ищет неприятностей. Безусловно, попадясь Тайпану на пути человек, приятного будет мало, но правды ради стоит сказать, что нападает змея лишь тогда, когда у нее нет обратного пути. Грубо говоря, будучи загнанной в угол. Не успев узнать, судят обо мне. Одному спокойней. Если каким-то образом вы, гуляя по Австралии, увидите паука с черно-красной спинкой, бегите. Оставляйте все дела, вещи и тому подобное, и просто бегите. Велик шанс, что где-то поблизости водятся его братки. Забавно, но это создание поселилось в Австралии случайно. Оно было завезено туда во время перевозок винограда, а теперь встречается в каждом третьем неухоженном гараже или сарае. Скажу сразу, самцы красноспинного паука не представляют особой опасности. Да, эффект после их укуса будет, пожалуй, не мгновенный, но боль все-таки придет, и это окажется неприятно. В любом случае, будет всяко лучше, чем если бы укусила самка такого паучка. Хоть она, как и самец, вырастает до габаритов в пару сантиметров, ее нервно-паралитический яд способен вызвать удушье и летальный исход. Охотится паучиха следующим образом. Она прячется в темноте и плетет свою паутину, которая, к слову, является жутко прочной. Настолько, что способна даже удержать крупных существ по типу змей. Как только в сети кто-то попадается, красноспинный паук наносит ему укус, отключающий возможность двигаться. Вопрос дальнейшей судьбы жертвы – лишь дело времени. Не только акулы, пауки да медузы могут представлять опасность человеку в Австралии. Там живет и довольно своеобразная пернатая, которая называется казуар. Птица относится к нелетающим, имеет яркий, привлекательный внешний вид, но очень вспыльчивый и агрессивный характер. Размер у создания тоже не детский. В длину казуары достигают почти двух метров, а весят порядка 60 килограмм. Если в обычное время эти ребята любят жить поодиночке и никого просто так не трогают, то как только наступает брачный период, об этом принципе можно забыть. Птица будет сражаться за свою территорию до последнего вздоха и молниеносно нападать на любого незваного гостя. Сами птицы питаются по большей части фруктами, мелкими насекомыми и тому подобным. Интересно, что эти создания попали в Книгу рекордов Гиннесса как самые опасные птицы на Земле. Произошло это в 2004 году. Быть может, это произошло из-за целого ряда событий, когда птицы сталкивались с людьми в парках. Из-за этого, к слову, места отдыха были временно закрыты. Думаю, не я один до этого момента думал, что эти собачки являются милыми и совершенно безобидными, как и многие другие. Тем не менее, это создание отнюдь не домашнее и может нести серьезную опасность. Но обо всем по порядку. Начнем с того, как динго вообще оказались в Австралии. Говорят, что где-то 4000 лет назад их туда завезли из Азии. Люди использовали динго как отличных помощников в охоте. Четвероногие быстро догоняли жертв, помогали людям, слушались и так далее. Но по какой-то причине это в один момент закончилось. Динго решили жить отдельно. К слову, в их лицах можно заметить черты волка. Быть может, жизнь одиночки оставила таким образом на них след? К тому же, эти существа могут выть, а не лаять. Правда, относится это лишь к чистокровным динго. Время шло, и люди никак до конца не смогли определиться. То ли это домашнее животное, то ли нет. Определись уже. У кого-то оно живет и верно служит, а на других быстро нападает и больно кусает. Из-за их агрессивного поведения в юго-восточной Австралии даже возвели забор длиной более 5000 километров, чтобы динго не пугали и не кусали скот фермеров. Множество исследований же показало, что собака динго несет опасность человеку лишь в том случае, если тот как-то агрессивно или фривольно себя ведет. Иными словами, если он потенциально несет опасность. В таком случае динго за себя не ручается. Если же человек будет вести себя покорно, то и динго будет покорным и спокойным. Тем не менее, я бы не рекомендовал бежать к динго навстречу с распростертыми объятиями. Как-никак, история знает множество случаев, когда эта собака сходила с ума и отправляла людей на больничные койки. Из засушливой Австралии погрузимся в океан, чтобы встретить наших следующих героев. Акул. Давайте поговорим о самых зубастых из них и начнем с большой белой акулы. Это самые настоящие монстры океана и одни из опаснейших хищников современности. Большая белая акула и впрямь большая. В длину эти создания могут вырастать свыше пяти и даже шести метров, а их вес может доходить почти до двух тонн. В совокупности с агрессией и развитыми хищническими инстинктами, это делает белую акулу крайне опасным созданием, но основную роль в охоте играют, конечно, зубы. В среднем у большой белой акулы около трехсот зубов, однако у некоторых особей во рту расположено в десять раз больше зубов. Они очень острые, мощные и сменные. Если белая акула потеряет зуб, то ей не придется плыть к морскому стоматологу, чтобы ставить протез. Примерно через восемь-десять дней у нее вырастет новый зуб, такой же острый, как и прежний. За всю жизнь акула может сменить до тридцати тысяч зубов. Зубы белой акулы зазубрены, поэтому, когда акула кусает и трясет головой из стороны в сторону, зубы отрезают плоть, словно пила. Это помогает большой белой акуле кормиться как небольшими животными, так и крупными, которых она не может проглотить целиком. Триста и уж тем более три тысячи зубов – это очень внушительный показатель, но это далеко не предел. В акульем мире можно найти еще больше зубастых созданий. В пасти одной акулы может располагаться целых пятнадцать тысяч зубов. Речь идет о китовой акуле. В первую очередь она известна как самая крупная акула на планете. Вырастают эти существа до двадцати метров в длину, а весят более двадцати тонн. Но теперь вы знаете, что китовые акулы еще и самые зубастые. Почему же тогда стоит бояться белых акул, а не китовых? Есть две причины. Во-первых, китовые акулы не хищники. Это дружелюбные создания, которые питаются планктоном, не нападают на людей и даже разрешают им с ними плавать и играть. Во-вторых, в отличие от острых зубов белой акулы, которые достигают около пяти-семи сантиметров в длину, зубы китовой акулы крошечные и не превышают шести миллиметров в длину. Поэтому, когда китовая акула раскрывает огромную пасть, нужно очень постараться, чтобы рассмотреть ее зубы. Я не вижу. Кстати, зубы у китовых акул растут не только в пасте, но даже на глазах. К такому любопытному выводу пришли японские ученые, которые увидели множество зубов вокруг глаз рыбы. Вокруг каждого глаза расположено около трех тысяч зубов. Представьте, каким бы китовая акула была монстром, если бы эти зубы были длинные и очень острые. К слову об этом, лидерство в плане длины и остроты зубов среди акул бесспорно удерживает мегалодон. Легендарная историческая акула. Мегалодон был крупнее любой акулы в истории. Эти чудовища могли вырастать до 15 метров в длину, хотя есть предположение, что эти доисторические акулы могли быть вдвое длиннее. Весили они тоже немало, а предположительно до 50 тонн. Зубы мегалодона были огромными, как и они сами. Диагональная длина достигала почти 20 сантиметров, что примерно в четверо больше, чем у современной белой акулы. Учитывая, что мегалодон еще и кусался сильнее всех акул в истории, неудивительно, что для него не составляло труда слопать даже огромное животное, перекусив его в два счета. А еще мегалодон очень быстро плавал. Ученые провели исследование и подсчитали, что средняя скорость его передвижения составляла 5 километров в час. Правда, неясно, какова была максимальная скорость мегалодона в рывке, зато известна скорость современного лидера акулы Мако. Ее средняя скорость преследования добычи составляет 50 километров в час, но в рывке и на коротких дистанциях Мако способна разгоняться почти до 75 километров в час. Неудивительно, что с такими спринтерскими задатками акула Мако является одной из самых опасных хищниц не только для животных, на которых она охотится, но и для людей. Акула Мако может без труда догнать даже моторную лодку. И ладно, если бы все ограничивалось лишь догонялками. Мако не просто догоняют лодки, но и регулярно атакуют их. С 1980 по 2010 годы числится как минимум 20 нападений на лодки. Из-за своей сверхскорости и проворности Мако не просто врезаются в лодки и таранят их, но иногда оказываются буквально на борту. Например, в этом случае Мако так сильно разогналась и так высоко выпрыгнула, что угодила прямо на борт рыболовецкого судна. Хищница застряла и пыталась освободиться, активно работая телом с плавниками и грозно посматривая на людей. Конечно, если бы она освободилась, то вряд ли смогла бы причинить людям вред, но зрелище все равно жуткое. Люди на борту явно испытывали настоящий страх. С самой акулой, кстати, все хорошо. Вскоре ей помогли люди с судна. Они ее освободили, и она уплыла. Нападения акул всегда выглядят особенно эпично, и проворная Мако это в очередной раз доказала и показала. Почему бы не взглянуть на другие случаи атак разных акул? Смотрите дальше, чтобы увидеть зрелищные кадры с нападениями акул и узнать еще больше интересных фактов про этих опасных зубастиков. Лодка Та акула Мака из предыдущего видео атаковала прочную и надежную лодку, так что люди на борту были в безопасности. Но что делать, если акула атакует надувную лодку? Ответ есть у этих людей, которые столкнулись именно с этим. Как ни странно, они не запаниковали и просто продолжили снимать нападения. Акула нанесла несколько укусов и уплыла. А вот уже другая акула – бычья. Это один из самых агрессивных видов акул, и сейчас станет понятно, почему. Акула-бык несется на полной скорости к лодке и таранит ее. Затем она ныряет, проплывает под лодкой и принимается за судно вновь. Рыбаки пытаются отогнать хищницу, но та не сдается и продолжает нападать на лодку. К счастью, вскоре акула поняла, что лодка несъедобна и уплыла. А тут ситуация уже серьезнее. Человек находится не на лодке, а в воде, в родной стихии акул. Он занимался ловлей желтоперого тунца, что привлекло внимание двух голопогорских акул. Это опасные для человека акулы, так что подводный охотник попал конкретно. Ему пришлось отбиваться от хищников, но, к счастью, его умений хватило. Он не только отбил все атаки, но и сохранил ценный улов. Настоящий профи. Сёрфер. На этих кадрах мы видим сёрфера Мика Феннинга, который находился на соревнованиях. Мик готовился к выступлению, как вдруг в прямом эфире чуть не произошла ужасная трагедия. Сзади к сёрферу неожиданно подплыла акула и попыталась атаковать спортсмена. Мик почуял неладное только после того, как услышал, как акула занырнула. В панике Мик начал бить акулу руками и ногами. Он быстро слетел с доски, так как её перевернула акула, и оставался в воде, пока не был спасён командой спасателей. К счастью, спортсмен не пострадал, хоть и знатно перепугался. Соревнования пришлось отменить, а акула украла шоу. Акулы атакуют людей, и это бесспорно, но всё же они не нападают на пловцов и рыбаков так часто, как принято считать. Всё-таки куда чаще они атакуют других морских обитателей, либо чтобы поохотиться, либо чтобы защититься. Здесь происходит первое. В одном из калифорнийских заливов акула решила поохотиться прямо на глазах изумлённой публики. Судя по всему, добычей акулы стал тюлень. Хоть он тоже является хищником, у него нет ни шанса против голодной хищной акулы. Осьминог. Здесь мы можем увидеть более чёткие и впечатляющие кадры. На видео азиатская кошачья акула. Хищник, который обычно ищет свою добычу на дне. На этот раз добычей стал бедолага-осминог. Голодная акула накинулась на него, прижала к морскому дну и начала расправляться с ним. Поднялся песок. И именно в этот момент хищница усмирила моллюска и проглотила его целиком. После этого она немного покрасовалась на камеру и отправилась на поиски новой добычи. Скат. Само собой, в дикой природе акулы являются грозными хищниками. Но свои охотничьи навыки они не теряют даже в неволе. Это доказал следующий участник подборки – акула-молот. В одном из аквариумов США она что-то не поделила со своим соседом скатом и решила проучить его. Акула немного поплавала со скатом в зубах, после чего начала кусать его диск. Через несколько секунд ей удалось откусить часть ската, после чего хищница, наконец, оставила его в покое. Дельфин Акулы недолюбливают дельфинов. Эти млекопитающие плавают группами и совместно отбивают атаки хищников. Но если дельфин оказался один на один с акулой, то он может стать очередной ее добычей. Битва развернулась прямо у самого берега, на местном пляже. Акула яростно расправлялась с дельфином, который ей чем-то не угодил. Дельфину удалось в итоге вырваться, но, судя по всему, он получил серьезные травмы. С ними ему будет очень трудно выжить в опасном океане. Тюлень Здесь все вновь происходит у самого берега. Очередной тюлень ввязался в битву с хищной и опасной акулой, которая преследовала цель прикончить его и полакомиться вкусной добычей. В отличие от дельфина, который не может выбраться на берег, тюлень может, что он и сделал. Правда, ластоногий тоже получил травмы и, как сказали очевидцы, вскоре скончался. Ну и закончим чем-нибудь более позитивным. Роликом, где все остались живы. На этот раз героем видео является зубастый аллигатор. Он подплыл к туристам в Южной Каролине, которые хотели покормить рептилию. Все бы ничего, но акула, которая водилась в этих местах, решила помешать аллигатору и тяпнула его за лапу. Сделала она это достаточно осторожно. Аллигатор даже не получил травм, но здорово перепугался, как и туристы. Может, акула хотела предупредить его не брать еду туристов? А может, эти двое хорошие друзья, и акула просто прикалывалась над своим зубастым приятелем? Кто знает. Интересно, смогла бы эта акула одолеть аллигатора? Напишите свое мнение в комментариях. Но кто вообще является самым опасным морским обитателем? Может быть, большая белая акула, о которой мы уже говорили? Или косатки, которые предпочитают охотиться группами? А может, гигантские кашалоты? Давайте выясним. Косатка. Если говорить о самом-самом опасном животном океана, то, скорее всего, это будет косатка. Но то есть много причин. Во-первых, косатки очень большие, и это тот случай, когда размер имеет значение. Эти киты, которых даже официально называют убийцами, вырастают до 10 метров и весят около 8 тонн. Во-вторых, косатки – первоклассные хищники. В-третьих, у них высокий уровень интеллекта, а в-четвертых – 13-сантиметровые зубы, которыми они беспощадно разрывают свою добычу. Ей может стать кто угодно, ведь косатка – топовый хищник, у которого буквально нет врагов. Конкуренцию китам-убийцам могут составить разве что кошалоты, и тот далеко не все. Косатки чувствуют себя крайне уверенно и нападают на китов, тягаются с целыми стаями акул и осаживают тюленей. К последнему у них особое отношение. Косатки не просто охотятся и едят тюленей. Они делают это издевательски. Могут подбросить бедолагу в воздух, могут поглумиться над тем, как он барахтается на льдине, а могут выплыть к самому берегу, схватить тюленя и избить его на глазах его сородича, после чего съесть на месте. Косатки охотятся даже на птиц, правда, в основном в дельфинариумах. С человеком косатка тоже расправится на раз-два, но, что удивительно, в дикой природе такого никогда не происходило. Косатки не боятся людей, но и не обижают их. Эти гиганты даже могут поплавать с человеком, но все меняется в дельфинариумах. В неволе эти гиганты часто звереют и могут попытаться расправиться с дрессировщиком или даже неосторожным зрителем. Также киты-убийцы нередко таранят лодки и корабли людей, нанося нехилый ущерб. У следующего животного тоже особая неприязнь к кораблям. Только он на них не просто нападает, иногда он их буквально топит. Я говорю о кашалоте. Да, кашалот – это настоящая махина. Эти киты вырастают до 20 метров и весят 40-50 тонн, но все же трудно поверить в то, что кашалоты способны потопить судно. Однако, так оно и есть. История знает немало таких случаев. Самый известный произошел в 1820 году, когда кашалот атаковал и потопил китобойное судно «Эссекс». Выжившие члены экипажа несколько месяцев дожидались подмоги. Эта история вдохновила Германа Мелвилла на написание романа «Моби Дик». Кашалоты опасны не только для людей на лодках. Раненый кашалот может наброситься и на человека в воде. Но все же основной целью кашалота являются китобойные суда. Это если говорить не о животных. Если о них, то гигантский кит обожает головоногих моллюсков и рыб. Им стоит быть осторожнее. Кашалоту ничего не стоит слопать даже гигантского кальмара, который может составлять 15 метров в длину. О мелких кальмарах и рыбах говорить не стоит. Бычья акула Говоря об опасных акулах, мы в первую очередь думаем о большой белой акуле. Так уж повелось благодаря образу этого зубастика в поп-культуре. Никто не отменяет того факта, что белая акула крайне опасна. Но ученые считают, что бычья акула намного опаснее. Это один из самых агрессивных видов акул, которому лишь дай повод для атаки. Если акуле-быку хоть что-то не понравится, она мгновенно нападет. У нее 350 острейших зубов, один из самых сильных укусов в мире, немаленькие габариты и вечно плохое настроение. Это по-настоящему убийственная комбинация, которую могут прочувствовать на себе буквально все в океане. У этого морского быка, по сути, нет врагов. Разве что косатки и люди на кораблях представляют угрозу для акул-быков. Но океаном все не ограничивается. Бычья акула отлично чувствует себя и в пресной воде. Она нередко переплывает пороги рек, и оказывается уже с речными обитателями, на которых тоже охотится. Она может напасть даже на бегемотов. Представляете, какая она безбашенная и опасная. Почему мы должны верить вам? Мне больше нечего терять. Меня ничего не страшит. Крылатка. Чтобы быть опасным океаническим существом, вовсе не обязательно иметь сотни острых зубов, весить несколько тонн и все такое. Полосатая крылатка это наглядно демонстрирует. Это не очень большая, но и не самая маленькая рыба. Максимальная длина около 45 сантиметров. В то же время, это очень красивая рыба, за которой многим захотелось бы проследовать на снорклинге. Но делать этого не стоит, ведь это очень опасный хищник. Крылатки могут легко проглатывать рыб длиной до 2-3 собственной. Но опасны они и для людей. Эти создания оснащены коварными колючками, ядовитыми иглами. Укол колючками крылатки очень болезненный. И потенциально крайне опасный. За резкой болью следует ухудшение состояния, которое при отсутствии противоядия заканчивается параличом скелетной и дыхательной мускулатуры, что в итоге может вызвать смерть. Но есть в мире рыбы, которые не боятся крылатку. Например, барракуды. Эти безбашенные создания бросаются на крылаток и часто побеждают в схватках. Вообще, барракуды очень агрессивные и жестокие создания. Помните ведь, как барракуда прикончила коралл и икринок в мультфильме «В поисках Немо»? Именно из-за атаки барракуды Марлину пришлось растить выжившего Немо в одиночку. «Не бойся, папа с тобой. Папа рядом». Такое постоянно происходит и в реальной жизни. Барракуды питаются мелкой рыбой, кальмарами и креветками. Крупные рыбы охотятся обычно поодиночке, а более мелкие – стаями. Атакуют они на большой скорости, на ходу отхватывая куски плоти мощными челюстями. Атакуют барракуды не только героев в поисках Немо, но и людей. Причем часто делают это вообще без причины. Барракуда может просто поплыть в сторону человека и тяпнуть его. Но так кажется нам. На самом деле заведенные барракуды путают человека с плывущими рыбами и начинают охоту. Так себе утешение, учитывая, что острые зубы барракуды могут с легкостью повредить артерии и вены конечностей. Спинорог Как и крылатка, с которой вы уже знакомы, спинорог – очень красивая рыба. Нижняя часть тела украшена пятнами или полосками, плавники и рот окрашены в яркие контрастные цвета, да и весь окрас в целом очень классный. Спинороги выглядят привлекательно и экзотично, поэтому могут привлечь внимание дайверов и пловцов, но я бы советовал держаться подальше от этой рыбы. Это настоящие киллеры. Они поедают лобстеров целыми пачками, а их зубы приспособлены для разгрызания и раскусывания прочных панцирей морских ежей и раковин моллюсков. Но для человека опасны не столько зубы, сколько шипы, которые спрятаны у спинорога внутри плавников. В случае необходимости спинорог выпускает шипы, укол которых крайне болезненный. Рыба-камень А вот и еще одна шипастая рыба, только ее укол намного страшнее и опаснее. Рыба-камень, также известная как бородавчатка, это самая ядовитая рыба на планете. Она зарывается в песок или ил, маскируется под камень и спокойно выжидает добычу. Проплывающих рядом рыбешек, креветок и небольших ракообразных она мгновенно съедает. Защищена бородавчаткой от того, чтобы быть раздавленной. Если кто-то оказывает на нее давление сверху, рыба поднимает колючие лучи на спине и выпускает ужасный токсин. Яд причиняет сильнейшую боль, а также может вызвать шок, паралич и отмирание тканей. Эти лучи настолько острые и прочные, что могут проникнуть даже сквозь обувь. Чем глубже проникновение, тем более вероятно смерть, которая может наступить уже через пару часов. Ну, а если даже проникновение было не особо глубоким, то от последствий ядерной смеси придется долго лечиться. Наверное, как-то так можно назвать игрушку из детского мира. Но это не игрушка, а настоящий морской монстр. Внешне португальский кораблик похож на медузу, но это не совсем медуза. На самом деле он представляет собой целую колонию полипов и медуз. Сам кораблик небольшой, около 30 сантиметров. Однако его щупальца могут быть даже больше синего кита, до 50 метров. Как вы понимаете, щупальца эти ядовитые и ничего хорошего не несут. А учитывая их колоссальную длину, все становится только сложнее. Португальский кораблик может ужалить человека или животное, находясь далеко от него. Контакт болезненный и схож с сильным ожогом. Потенциально он может прикончить даже взрослого человека. Жалящие клетки на щупальцах этих колоний сохраняют свою активность в течение нескольких недель после того, как португальского кораблика выносят на берег. Поэтому даже внешне безобидные португальские кораблики, которых вы увидите на пляже, на самом деле тоже крайне опасны. Синекольчатый осьминог Далеко не все осьминоги крупные, как их обычно показывают в фильмах. Например, синекольчатый осьминог составляет лишь 5 сантиметров в длину. Весит он не больше 100 граммов, а его щупальца не превышают и 10 сантиметров в длину. Но не стоит недооценивать этого малыша. Он по праву считается одним из опаснейших обитателей мирового океана. Во-первых, это хищник, а во-вторых, хищник крайне ядовитый. Силы его яда с лихвой хватит, чтобы тягаться с крупными крабами, креветками и даже рыбами. И даже для человека его яд крайне опасен. Достаточно лишь 15 минут, чтобы человек скончался, и вряд ли исход будет иным. Ведь противоядия от синекольчатого осьминога до сих пор нет. Не повторяйте ошибок многих людей, и ни в коем случае не берите на руки этих осьминогов. Красивые кадры могут стоить жизни. В океане не так много существ, которые по своей ядовитости уделывают синекольчатого осьминога. Но морские змеи явно в их числе. Эти океанические рептилии гораздо опаснее большинства своих наземных коллег. Именно среди морских змей можно найти настоящих монстров. Например, змею Дюбуа или змею Белчера. Можно сказать, что даже такие монстры, как Кобра, Мамба, Гадюка или Гремучник, вообще не ядовиты по сравнению с этими живыми складами токсинов. Правда, морские змеи редко кусают людей. Свой яд они используют в основном при охоте и самообороне. Но обороняться-то эти змеи могут и от людей. Укус не будет безобидным, и если не принять необходимые меры, человек достаточно быстро скончается. Вы любите рыбалку? Что-то мне подсказывает, что многие из вас обожают это занятие. Ведь так здорово сидеть в полной тишине, смотреть за водной гладью, думать о жизни и, конечно же, что еще круче, поймать рыбку. Но если для нас подошел бы любой представитель подводного мира, то у мужчины по имени Джереми Уэйд куда более высокие запросы. Чтобы удовлетворить свои желания, он поехал в Африку и выловил там настоящую тигровую рыбу-голиаф. Скажу сразу, занятие это было не из легких. Как ни крути, вытянуть 50 килограммов под силу не каждому, да еще и длина в более чем метр реально удивляет. Но выловив этого настоящего подводного беса, нужно не то что расслабиться, а наоборот обрести еще больший фокус. Ведь у этой рыбехи целых 32 острейших зуба, которые по форме напоминают клыки. Поэтому одно неверное движение и ошибки уже никто не исправит. Справиться с такой рыбкой далеко не каждый. Не зря у местных данное существо входит в число тех, кого из спортивного интереса ловят рыбаки. Найти ее, к слову, можно как в мелких реках, так и в быстротечных водоемах. Все дело в том, что рыба из-за своего большого и мощного тела без труда преодолевает препятствия. Под водой мбенге, как ее прозвали местные, практически нет равных. С мелкими рыбками у нее разговор короткий, а с большими все плюс-минус так же просто. Она разрывает их и потом потребляет по кусочкам. Вот еще один любопытный факт. Если мбенга не насытится под водой, она начнет преследовать птиц, которые будут в зоне доступности. Ну а если и птиц ей будет мало, то следующей добычей станет настоящий крокодил. И да, это создание не без труда, но все же имеет успешные примеры нападения на этих рептилий. Миф или все же реальность? Так говорят о следующем существе, которое я вам покажу. На самом деле, учитывая ловкость охотников за речными монстрами, я удивлен, что людям не удалось поймать крокодила. Речь идет о крокодиле по имени Густав, ставшем настоящей легендой. И в то же время предметом для страха жителей Африки. Родился он в середине 20 века и с тех пор не был пойман. И вы зададите логичный вопрос, а для чего его вообще ловить? Что он сделал? Он забрать мой брат. Ты в этом уверен? Как бы вам сказать, как минимум слопал под сотню человек, а то и больше. Он убит сотни. Сотни? Понятно. Габариты этого существа тоже неизвестны наверняка, но люди делают предположение, что он может превышать 6 метров в длину и весить аж более тонны. Ву вымахал. Так они растут всю жизнь. Да и живут лет до ста, то и больше. С высокой долей вероятности, это самый крупный крокодил, который обитает во всей Африке. Это существо настолько заинтересовало обычных людей, что в 2004 году о нем даже вышел документальный фильм, демонстрирующий неудачную попытку поимки. Ничего не понимаем. Трюк с клеткой отработан десятки раз. На дураках. Раньше люди думали, что Густаву сто или больше лет. Именно время сделало его таким большим. Но в таком случае ученые сами себе противоречат. Ведь у Густава есть полный комплект зубов, что точно не свойственно столетнему хищнику. При таком возрасте он давно должен быть беззубым. Кстати, о зубах и габаритах. Именно из-за них, предположительно, крокодил и стал людоедом. Его необычный размер и масса не позволят ему охотиться на типичную для нильских крокодилов добычу. Крупных рыб, водяных козлов, антилоп и других существ, так как они слишком проворны для него. Верить ли в существование Густава по сей день, не решать только вам. Некоторые делали предположение, что он давно ушел на тот свет и больше не приносит неудобств местным жителям. Однако спустя пару лет Густава обнаружила экспедиция и заявление было опровергнуто. Русалки. Как вы думаете, что я вам сейчас покажу? Наверное, какую-нибудь размытую картинку или опишу опыт старых моряков, рассказавших страшную байку на ночь. Они уволакивают моряков из шлюпок или спалобы корабля, развлекаются с ними, а потом тянут педала ко дну, топят и сжирают. Нет, сегодня все куда интереснее. По всей видимости, люди нашли настоящую русалку, выброшенную на берег. Более того, она еще дышала и подавала иные признаки жизни. Внешне, создание сильно походило на человека, имело такие же руки, подобное тело, за исключением нижней его части, а также человеческое лицо. Да, что-то слегка отличалось от человека, было более хрупким, что ли, но в целом все так, как и рассказывали нам в сказках. Все русалки женщины, сынок. И все небесные красоты, уж поверь. Живую русалку сразу же окружила толпа людей. Они то и делали, что трогали ее за хвост и пытались понять, правда ли все это, и не во сне ли они. Господи помилуй. Смотрите. Конечно, по классике жанра люди разделились на два лагеря. Первые от начала и до конца верят, что все это правда. Они рады, что их теории подтвердились, и люди, наконец, нашли и изучили кое-что новое. Другая же часть людей считает это видео поддельным. Они заметили в нем якобы исчезающий песок, какие-то прозрачные местами пальцы, и все в таком духе. В общем, списали видео на компьютерную графику. Но лично у меня встает вопрос. А как в таком случае компьютерная графика повлияла на очевидцев? Или это тоже толпа приколистов, решивших пранкануть весь мир? Они ведь что-то трогают и реагируют на это создание. Короче, что-то я запутался. Напишите лучше свое мнение в комментариях. Как вы считаете, эта русалка настоящая или перед нами действительно что-то вроде фейкового видео? После этих находок, лично для меня, Африка стала куда более интересным и необычным местом. Тем не менее, в мире полно и других мест, где люди находят таких же или еще более страшных созданий, от одного вида которых идут мурашки по коже. И самое криповое то, что все они реальны. Одним из таких, к слову, является рыба-вампир. Полное ее название вам знать незачем, оно трудное и его сложно запомнить. Но если все-таки очень хотите узнать, то это скумбриевидный гидролик. Кстати, угадайте, кто выловил этого красавчика. Верно, все тот же вездесущий Джереми Уэйт. Охотник за всем необычным решил выбрать именно ее в качестве своей следующей жертвы, так как данная рыбка по праву считается одной из самых трудно уловимых пресноводных рыб. Она отчаянно сопротивляется при попытках вытащить ее из воды. Такая особенность связана с тем, что излюбленными местами обитания и охоты этой рыбы являются стремнины и водоскаты. Габариты у рыбы-вампира нехилые. Она может быть более 100 сантиметров в длину и иметь вес по 20 килограммов. Отличить ее от остальных подводных обитателей довольно просто. Достаточно обратить внимание на челюсть и заметить две пары клыков, находящиеся в нижней части. Эти зубы-сабли без труда расправляются с любой добычей. А еще, что также интересно, всегда остаются внутри пасти рыбы. Для них мать-природа придумала два специальных отверстия внутри, где ее главное оружие и дожидается подходящего момента для атаки либо защиты. Существо, о котором я вам сейчас расскажу, удивляет своими габаритами и кое-чем еще. Перед вами индийский сом-гунч, подводный обитатель, который наводит суету и доставляет проблемы не только во время своей жизни, но и после нее. Я, если что, имею в виду его мясо, которое является отнюдь не самым вкусным. На вкус ничего. Нет, это ужасно. Плюс им спокойно можно отравиться. Тем не менее, рыбу почему-то ловят. Я бы мог понять, если бы люди делали это лишь в голодных районах Индии, где им важно не качество еды, а ее количество. Но все же рыбаки почему-то считают гунча ценным трофеем. Вполне вероятно, что они так думают из-за его огромных габаритов и пугающего внешнего вида. Эта туша может весить до 100 килограммов и больше, ее не спутать ни с кем другим из-за громадной головы и широченной пасти с клыками, которые загнуты внутрь. Тем не менее, ученые до сих пор находятся в некоем замешательстве относительно этой рыбы. Они считают, что сом-гунч – это обычный карликовый гунч, который вырос до аномальных размеров при конкретных обстоятельствах. Но лично мне как-то все равно, каким видом или подвидом является это создание. Главное, что она существует и что она очень пугающе выглядит. Более того, ходят слухи, что помимо рачков, мелких рыб или млекопитающих, этот здоровый сом может полакомиться и человеком. Вполне вероятно, что это так, но не стоит пугаться и обходить индийские водоемы стороной. Этому есть научное объяснение. Дело в том, что данная рыба обожает протухшее мясо, а в Индии распространен обычай ритуального сожжения ушедших в мир иной. Их тела же после всего процесса выбрасывают в воду, где их поджидает гунч. Можете съездить в Индию и узнать наверняка, но я бы на вашем месте этого не делал. На этом все. Напишите в комментариях, какое существо из этого выпуска поразило вас больше всего. И спасибо вам большое за просмотр.